а что происходит да да я вас слышу простите подождите одну минуточку мне вас плохо слышно а вы не можете добавить свой микрофон значит на мыши правую кнопку там в зависимости от того по русски или по английски есть настройки или settings по-английски на английском settings на или глобал settings на них нажмите выберите иконку микрофона и там есть уровень получается нет ну и очень хорошо но там должны быть там должна быть опция настройки или по-английски settings нет нет не глобал не глобал а выше settings просто видите да вот так вот замечательно вот теперь отлично очень хорошо слышно хорошо значит вы слышали что я вам предложил для того чтобы определиться вы начинаете читать задания и мы с вами беседуем можно да а вы это вырезали этот хорошо так вы читаете перевести нет не переводить не надо вы читаете начиная после слов part five а а 55 окей в в о в в о в в о в о в в в о в в я хочу чтобы вам были видны ответы ну давайте начинайте задание вы поняли же, да? хорошо да, я понял, здесь нужно выбрать так, я открою, я открою секундочку, секундочку, там точка, Давид, там точка после 74 там стоит и что мы поставили там, где стоит 0? ну, здесь Pro что? а, здесь, ну, сейчас, сейчас так, минута пришла и дробь будет 100% еще раз, мне плохо слышно from, from ага, да, да, значит, comes from comes from означает да, comes from она родом, родом из Мадрида но она пришла, да, да, родом это не пришла, это устойчивое выражение она родом из Мадрида хорошо, и родилась в 74 году теперь смотрите, я чуть-чуть дальше прокручиваю это уже, это был пример только, как вы понимаете теперь нужно самому пожалуйста все, я понял хорошо да так так she dances well and one made a rockboy video так 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 хорошо хорошо ага да так 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 мне нужно выбрать, да, из этих сейчас да, да ага хорошо так я думаю too well вообще не считается I know where it's very well, наверное и one rockboy with the group 100% да хорошо, Давид, значит первая такая корректировка небольшая значит в английском языке есть два произношения есть буква в и есть буква в мы говорим very well а если мы говорим видео то это видео не видео, а видео пожалуйста, еще раз прочитайте прочитайте все предложение сначала а she dances she dances very well and one made a rock video with the group ага вот теперь правильно все поехали дальше я прокручиваю чуть ниже пожалуйста секундочку какая буква давид я я не понял какая буква плохо вас слышно эй эй будет тридцатая эй да пенелопа круиз и будет пенелопа круиз будет да эй ой хер хер здесь я здесь это это Ага, хорошо. Так. Пожалуйста. Я буду туда-сюда вам. Какая буква? Я думаю здесь ПС. Хотя можно еще раз наверх? Да, конечно. Конечно, конечно. ОЗП, 100%. Все правильно. Дальше. Сейчас покажу. Сейчас. Сейчас. Угу. И наверх. Хорошо. Угу. Может нет. Так. Пожалуйста. Как? Сом, сом. Сам, да? Да, да. Правильно это? Ну, как вы переведете это предложение? Ну, на самом деле, эти пальчики на сметон. Когда она собиралась сделать, как, новый фильм, да? Получается, если поставим Эйни, то вообще никак. Какой-то, какой-то, какой-то новый фильм. Новый или любой какой-то фильм, да? Да? Нового тоже нет. Мне кажется, просто сейв, потому что методом исключения, наверное. Ну, на самом деле, здесь, конечно, Эйни. Когда она собирается делать любой новый фильм. Эйни? Ну, конечно. Когда она собирается делать любой новый фильм. Она смотрит информацию, которая сделает этот фильм очень специальным. Ну, мы поговорим с вами по поводу использования. Some, any, no. Я запишу себе. Хорошо. Дальше, пожалуйста. So, when she is going to make any new film, she looks for information that will make the film really special. Окей. Дальше, пожалуйста, смотрите. Я не這конка. Здесь пропали. Продолжение следует. Лиду requer. Ну, пожалуйста. Можете мне ещё раз they can show me that? ، eles будут ловите. Ну, other, other. Мне кажется, other будет. А какая разница между other и another? На самом деле, я такое вижу, но мне кажется, что здесь будет other. Но other – это как то, что самое интересное, что это другой, но насколько я это… Просто я уже как-то чувствую, да, вот этот ужасный опыт можно. Мне кажется, здесь other будет. На самом деле, another. Ну, хорошо, мы поговорим потом еще. Another будет? Another. To another country. And talking to people there. В другую страну. Other обычно используется во множественном числе. Ну, есть, конечно, случаи единственного числа, но другое. Дальше. Хорошо, понял, адрес нам нужно. Ну, это не всегда. Хорошо, а как это? Следующий, пожалуйста. She loves… She loves… She loves… She loves… Ну, давайте так, первый, второй или третий, потому что я не понимаю, чего вы говорите. Второй. Второй, ну правильно, ну хорошо. Хорошо. Здесь кто? Хорошо, значит, Давид, ну давайте немножко спросим у вас, какие у вас цели, какое образование, что вы... Да, хорошо, я расскажу, я вот только окончил школу в этом году, цель мне дать стойку, или экзамен PED, personal English. Какой экзамен еще раз? Personal English. Напечатайте, мне очень, Давид, очень плохо слышно, напечатайте, пожалуйста, название экзамена. Ага, а как расшифровывается? Ну, Toffle понятно, а Pity и я что-то не припоминаю. По-моему, вот так переводится. А где вы его увидели? Кстати, это, оно узнает, чтобы попасть, зачислиться в университет в Европе, скорее всего. Вот так вот. То есть, вот здесь, например, только на два года, да, идет сертификат. А personal, он как идет, ну, нет срока. То есть, вы сдали, и все. Хорошо. Можно пересдать, конечно, но если мы один раз сдали, то все, уже не надо срезать. Хорошо, но на самом деле, на самом деле, я не знаю, конечно, я хорошо разбираюсь во всех этих экзаменах. Обычно то, о чем вы говорите, называется по-английски экзамен FCE, тот, который не надо переиздавать, или IELTS. Ну, IELTS, это я тоже знаю, да. IELTS разве не надо переиздавать? Ну, в зависимости от того, что вы хотите. Какие у вас... Тофл, да. Тофл, на самом деле. Ну, я неправильно вам перевел. Сейчас я вам переведу, хотя я... То есть, вот так переводится. А, ну, так Pearson, это же американский тоже. Ну, хорошо. Я вас понял. Теперь я вас понял. Да, все понятно. Хорошо, значит, вы сейчас поступили куда-нибудь? Нет, еще. Я... Экзамен в феврале в следующем году. Январе-феврале. Нет, подождите. А вы говорите, что вы в школу закончили, вы же сейчас сдавали ЕГЭ и куда-то подавали документы или как? Ну, да. В школу я закончил, сдал я ЕГЭ, но поступать буду в иностранный вуз. То есть, вы сейчас учиться нигде не будете? Нет, этот год я буду только готовиться к этим экзаменам, чтобы сдать, и чтобы после этого получить хорошую результаты. Мне для поступления нужен только вот этот экзамен. Угу. Угу. Понятно. Значит, ну что, вы сдавали ЕГЭ по-английскому? Да, я сдал. Да, сдавал. И какой результат? На самом деле, я набрал 55 баллов, но я думаю, что я помог больше. Угу. А... Даже бывает, вот, всё абсолютно, вот, да, вот, вложить всё знаешь, но тогда, вот, слушаешь, да, вот, привыкшим к экзену, да? Но у меня, бывает, я не понимаю, как иногда, бывает, сразу, как не малёк, потому что прилетает. Понятно. Надо сначала привыкнуть к экзену, потом только это. Понятно. А вы общались с иностранцами? А, на самом деле, можно ли я? А, да, общался, конечно, я общаюсь. Ага. Вы общаетесь, да? А, был как-то. Общаюсь, стараюсь, всегда, всегда на английском, а не тут, в нашем городе. Я сам из Тольятти. Сам, что, простите, откуда? Я из Тольятти. Из Тольятти, из города Тольятти. Угу, очень хорошо. Просто уж, вы извините, что я переспрашиваю, потому что, ну, со звуком проблема. Ну, хорошо. Да, у меня тоже. А? У меня тоже, тоже. То есть, мой голос тоже плохо слышно вам, да? Ну, вот, слышу, но всё равно, вот, иногда бывает так, реже. Ну, в конце концов, вы знаете, если заниматься так регулярно, то можно, конечно, пользоваться скайпом. Я имею в виду только для голоса. Для доски так по-прежнему остаётся, как было вот это же. А для голоса можно пользоваться скайпом. В скайпе голос лучше. Там ничего нету, больше не доски, но всё равно тем лучше. Давайте мы с вами попробуем. Значит, я вам прямо сейчас дам немножко послушать. Вы мне скажете, как вам слышно или нет. 17 race walkers that have failed drugs tests. Viktor Chogin is revered in Russia for the way that he's transformed the country's race walkers into a dominant force in the sport. But that reputation is very much on the line. Race walking is not the highest profile of sports. So it took a 2010 Commonwealth Gold Medal winning race walker to raise awareness of the number of competitors from his coaching center that have received doping bands. That man is Jared Talon. Ну, такой вопрос. Очень плохо. А? Как? Очень плохо. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем скайп подключить. Напишите мне свой скайп. Давайте. Сейчас я... Скайп напишите. Ага, свой. Скайп напишите. 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 а вот очень тихо все равно голос так теперь а там нужно микрофон и выключить иначе будет эхо давайте я вам выключу там микрофон так ну как как вы сейчас слышите лучше нет ну отлично так ну давайте значит я вам пару предъявлю совершенно живого текста вы думаете что может быть после 5, 6, 7 athletes что-то будет исследоваться но это так как у нас было 17 athletes у нас есть, да, это было бы ридикулос, реально а вот как реакция и сопротивление у вас есть после того момента когда Сергей Бубка был виноват, если вы хотите а у вас есть много людей религии и также говорили о том, что у вас есть позитивные комментарии Да, много людей пишут месседжи на Твиттере или Фейсбурге О чем здесь говорилось? На самом деле, вообще практически не понял, что о каких-то сообщениях шло речь А имена вы никакие не услышали? Нет, нет, не услышал. Я не знаю, вот эта проблема есть На самом-то деле, здесь упомянули Сергея Бубку То есть, прыгуна с шестом Ну, хорошо О, знаете, я ваше эхо слышу тоже Хорошо, сейчас я уберу, давайте сделаем так А сейчас? Вот сейчас вообще хорошо Ну, вот видите Ну, понятно все, потому что, к сожалению, техника у нас отстает от требований педагогического процесса очень сильно Хорошо, давайте еще раз попробуем, а потом другой текст Не забывайте, что я даю вам совершенно живое BBC То есть, прямо сейчас то, что идет по радио А-а-а, ничего себе Хорошо Хорошо Что-нибудь понятно было? Ну, российской атлетики, какой-то европейский чемпион Что-то такое вот только А в каком городе чемпионат? Нет, это ты не услышал В Цюрихе не услышали, да? В Цюрихе В Цюрихе В Цюрихе В Цюрихе? А-а-а-а, я даже не знал такой город, особо В Цюрихе В Цюрихе В Цюрихе В Цюрихе и его санкции его не пустят на выступление. Ну хорошо, сейчас давайте посмотрим совсем другой акцент, как вы говорите, это был сейчас британский акцент. Сейчас мы попробуем с вами посмотреть на американский акцент. Секундочку, пока я переключаюсь. Продолжение следует... Так, ну рассказывается о работе, преимущества работ, как-то рассказывается, что там было еще про Twitter, про Facebook, какой-то ID номер был. Ну на самом-то деле, Дэвид, здесь шла реклама, говорилось не про работу, а про прогулки, про то, что вам нужно take a walk, не walk, а take a walk, но ничего страшного. Хорошо, но это реклама, реклама. Давайте другой посмотрим отрывок. Что-то праздновали, и все, больше вообще отрубилось, не понял ничего, на самом-то деле. На самом-то деле, если мне дать скрипт, я абсолютно все пойму. Но вот когда вот слышу, у меня с аудированием провал полный. Я не знаю. Я не знаю даже, вот что это может быть. Ни у кого такой проблемы, я думаю, нету. Да не, зачем, ну что вы? Я не знаю даже, почему так, я не знаю. Но если скрипт дать, я абсолютно весь скрипт пойму. Я вам скажу, каким образом эти проблемы решаются, это в принципе... Решаются вообще, хоть моя проблема. Да, конечно. Потому что я очень долго пробую, на самом-то деле. Вот я этот, но все равно, я серьезно говорю, я даже специально заставляю говорить, говори, говори, чтобы я привык. И все равно нет. Проблема эта решается достаточно просто. То есть, каким образом? Вы же сами понимаете, что у человека, когда он занимается иностранным языком, то он занимается несколькими направлениями. То есть, каким он либо слышит, либо видит, либо пишет, либо говорит. Вот четыре направления, которые у вас происходят. Судя по всему, что произошло? Вы читали, как вы говорите, вы скрипт понимаете. То есть, читали вы много. Ну, не знаю, как писали, мы еще не проверяли. Не знаю так же, как вы говорите. Но чувствуется, что с вами не делали упражнения просто на аудирование. И больше ничего. Да, я ни разу не делал аудирование. Ну, вот видите. Вот, поэтому здесь никаких особенных проблем с вами нет. Сейчас мы начнем делать аудирование самых простых шагов. Даже, я думаю, с какого бы, может быть... Ох, ох, ой. Сейчас, секундочку, я найду. Ну, вот, в той филе очень сложно аудирование. Да, ну что вы, оно абсолютно одинаковое везде. Ну, вот, на самом деле, я даже не знаю, сумею я подготовиться с аудированием до февраля, да, до января, если упорно готовиться. Потому что я все время упорно готовлюсь. Не знаю. Но я один готовлюсь, вот в чем. Потому что... Хорошо, значит, вы готовы, да? Я приготовился уже к тому, чтобы вам продемонстрировать аудирование. Я, естественно, буду останавливаться и буду, ну, как бы, корректировать то, что вы делаете. Итак, вот, типичное аудирование, но только с самого элементарного уровня. То есть, уровень каким образом определяется по количеству уроков, которые вы прошли. Конечно, не надо сравнивать с так называемой советской системой, потому что вы знаете, что система несовершенна сейчас. На самом деле, во всем мире принято следующим образом, что первый уровень, который вы должны сдавать по языку, это после 100-200 уроков. То есть, в российской системе образования это обычно один год обучения. Ну, то есть, представьте себе, что вы... Вы в четвертом классе начали проходить английский? Нет, 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 в четвертом. А в каком? В шестом. В шестом. Вот представьте себе, что это тест для человека, который закончил шестой класс. Ну, конечно, вы понимаете, что российская система не соответствует этому, но вы должны нацеливаться на западные ориентиры. То есть, вы меня понимаете, да, тест для человека, который прослушал от 100 до 200 уроков английского языка. То есть, один год обучения. Это будет первый уровень. Второй уровень, то есть, для того, чтобы добраться до вашего уровня, фактически нужно второй и третий уровень пройти. То есть, где-то порядка от 400 до 600 уроков английского языка. То есть, на российской системе образования это получается, что уже в восьмом-девятом классе вы можете сдавать TOEFL. Ну, естественно, вы сами понимаете, что это ничему не соответствует. Но если бы вы учились за границей, то система была бы такая. Вы понимаете меня, да? Итак, пожалуйста, прочитайте задание. Так, let's do the tape, you'll have five short conversations, you'll have each conversation twice, there is one question for each conversation. Ага, всё, понял. Хорошо, значит, я запускаю. Хорошо, значит, я запускаю. Парти 1, 2, 3, 4, and 5. Look at the instructions for part 1. You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For questions 1 to 5, put a tick under the right answer. Here is an example. Example. Where will Sarah put her sports bag? Can you move your sports bag, Sarah? I want to work on the table. Sorry, just put it on the floor. Why don't you leave it in your car? OK, I'll put it there now. The answer is in the car. So there is a tick in box B. Now we're ready to start. Итак, Дэвид, прошёл пример. Объясните мне, пожалуйста, суть примера. В чём там? То есть, говорит, ты можешь положить на стол, да, сумку эту. То есть, сначала был счёт. На самом деле, дословно. Где-то понял, где-то не понял. Где-то понял. Понял, что там передвижение, да, там. Ты можешь поставить там сумку. Хорошо, Дэвид, давайте так. Значит, на всех экзаменах разрешается, но за исключением ЕГЭ там в некоторых местах, разрешается два раза прослушивание. Слушайте внимательно второй раз. Хорошо. Where will Sarah put her sports bag? Can you move your sports bag, Sarah? I want to work on the table. Sorry, just put it on the floor. Why don't you leave it in your car? Okay, I'll put it there now. Нет, всё равно я не понял. Я не знаю. Хорошо. Я не знаю, почему. Я же вам сказал, проблема здесь только в одном единственном. Почему вы не понимаете? Только из-за того, что вы эти упражнения не делали. Сейчас... Будет вам, как вы говорите, ваш любимый скан. Так. А, нет. Вот. Извиняюсь. Сейчас... Мне только нужно, чтобы вы не видели следующее. Не читали. Прочитайте, пожалуйста, вслух. Can you move your sports bag, Sarah? I want to work on the table. Так. Sorry, just put it on the floor. Why don't you leave it in your car? Okay, I'll put it there now. Понял, конечно. Почему ты передвинул сумку? Она говорит, положи это на пол, а там что-то идет... Еще раз, включите сейчас. Хорошо, сейчас. Почему-то оставил это в машине дальше было, и все. Can you move your sports bag, Sarah? I want to wear on the table. Ага, так. Можете передвинуть как свою сумку спортивную? Я хочу, ну как-то должен поработать на столе. Извини, просто положи это на пол. Почему ты это оставил в вашей машине? Хорошо, я положу это там. А почему ты не оставил там в машине? Почему бы... Не, почему, это предложение. Почему бы тебе не оставить? Why don't you leave it in your car? Да, да. Почему бы тебе не оставить? Why don't you leave it in your car? Хорошо, теперь смотрите. Теперь давайте еще разочек. Послушайте. Вот это же, да? Да, да. А, ну вот сейчас уже, конечно, более лет. Для вопросов 1-5, поставьте лайк под правильным ответом. Вот такой пример. Например. Где будет Sarah поставить ее спортсбаг? Can you move your спортсбаг, Sarah? I want to work on the table. Sorry, just put it on the floor. Why don't you leave it in your car? Okay, I'll put it there now. Вау! Ну, теперь понятно, да? Конечно, да. Сейчас уже даже все... The answer is in the car. So there is a tick in box B. Хорошо. А теперь уже будет не пример, вы сами понимаете. А это уже будет настоящий вопрос. Пожалуйста, посмотрите. Значит, какие здесь условия обычно? Самое главное, на аудировании не терять ни секунды времени. Почему? Потому что обычно бывают паузы в тексте. Бывают паузы, когда учитель не может разобраться с аудио, там что-то у него не работает и так далее. Все это время вы должны внимательно изучать тот листочек или тот буклет, который вам дали. Вот сейчас, пожалуйста, посмотрите, что здесь изображено, что здесь написано, и постарайтесь предположить, о чем будет говориться в тексте. И это вам уже поможет правильно ответить. Итак, пожалуйста, прочитайте. В какое время вечеринка начнется? Ага. В какое время начнется вечеринка? Теперь смотрим внимательно на часы. Семь часов. По-английски как будет семь? Seven. Seven. Затем девять? Nine. Девять, nine. И полдесятого? Nine and a half. Nine and a half или по-другому как? Nine, nine, thirteen можно сказать. Ну, мы говорим обычно half past nine. А, half past nine. Half past nine, окей. Ну все, теперь будем стараться услышать. Пожалуйста. Вот. В следующем году мы готовы. Посмотрите на вопрос. Один. В следующем году. То-как. Затем вы начнете во время lower. Не вы, Jan? Нет. Но я должен вiserся на концертся a семь. И не будет до тысячи часов. Летой, недавно. Ну, все, которые приезжают в девять. Так, ну, парень приглашает девушку на вечеринку завтра, да? Сейчас, одну минуточку. Дэвид, самое главное, дайте ответ. Сначала дайте ответ, потом будем рассуждать и объяснять. А, понял, да. Так, ну, наинь, наинь будет, она сказала, наинь. Ответ правильный. Вы понимаете, честно говоря, уже можно даже не спрашивать объяснение. Ответ правильный, понимаете? В нашем случае самое главное с вами – это добиться правильного ответа. Хорошо, давайте дальше возьмем. Ну, вы все-таки пытались, хотели объяснить, закончите объяснение. А, ну, парень спрашивает, может, она придет, она говорит, типа, надеюсь. Она говорит, то, что начинается в 9.30, а парень говорит, нет, в 9 начинается. Говорит, хорошо. Ну, на самом деле, тогда придется посмотреть скрипт. Посмотрите, на самом деле, там немножко не так. Прочитайте. Что вы поняли, скажите, что поняли? То есть, она спрашивает, а та говорит, я надеюсь, но она должна играть концерты в 7 часов, и это не закончится до 9, до полдесятого. Да, до полдесятого. Да, да, и говорит, хорошо, все в порядке, каждый придет. Все, все приходят. Да, все придут в 9 часов. Так, и ты можешь прийти, как, ну, пол, так, он любит, а, а, это, ну, полдесятого можно прийти. Нет, нет, ты опоздаешь всего? Полчаса. Ты опоздаешь всего на полчаса. Хорошо. Значит, видите, вторая проблема, значит, первая проблема в том, что просто не делали эти упражнения. Господи, это еще что такое? Вторая проблема заключается в том, что нужно знать огромное количество слов и выражений английских. Не забывайте о том, что опоздать по-английски to be late. To be late, опоздать. Хорошо, поехали дальше. Следующее. Так, у нас, секундочку, она у нас здесь вот. Ну, я думаю, можно побыстрее немножко, да? Ну, пожалуйста. Ну, даже сейчас, когда идет, все равно. Ничего, привыкну. Сейчас второй раз будет. Ответ Ответ Так, сейчас, сейчас, сейчас Так, опыт, да Ну, нет, да Так, то есть он не хочет, чтобы снег был Получается, но в начале про дождь шел Так А, ну, второе, второе, точно второе Ну, придется читать тогда снова Хорошо Пожалуйста Так Ага Какую погоду любит Джек, да? Нет, 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 какая погода What is the weather like? Какая погода? What is the weather like? Да Ну, снежная, которая Ну, смотрите еще раз, Дэвид Вы немножко отвлеклись Вы поймите Следующее Замечание, которое Нужно сделать обязательно В отношении аудирования Аудирование Это очень сильная работа Над мозгами То есть, если вы занимаетесь спортом Вы знаете, что очень часто Не хочется заниматься И вообще хочется бросить там И так далее, то есть А в спорте Это самое главное Нужно заставить себя И заниматься, так сказать Под гнетом, под давлением Здесь точно так же Нужно заставить себя Во что бы то ни стало Даже если не хочется Но нужно заставить себя Читать и понимать Итак, смотрите Какова погода Во время каникул Джека? Здравствуй, Джек У тебя хорошие каникулы? Привет, мам Да не очень Дождило Шел дождь Каждый день С тех пор, как я сюда приехал Как жаль Здесь очень мило и солнечно Когда ты приедешь домой Через два дня Я надеюсь, что До этого времени Не пойдет снег То есть, ответ будет? То есть, ответ будет И он не хочет Чтобы был снег Он не хочет Чтобы Мне не нравится дождь Да? Правильно? Дэвид, вы отвлеклись Еще раз Вопрос Смотрите, как вопрос Да Вот вопрос какой Получается Какая погода Какая погода у Джека? Какая погода? Дожди Все Какой ответ? Дожди Какой ответ? Какой там ответ? А, эй Ну, все, совершенно верно Все, я понял Я просто на самом деле не понял Совершенно верно Ничего Я же вам говорю Смотрите Какие у нас основные проблемы Основная проблема Это словарь, конечно Делаем последнее Потому что мы уже вышли за рамки времени Вот Последнее делаем И на сегодня будет все Значит Я надеюсь, что вы приготовились Да? Все, я готов Все Сейчас я точно Which fruit does the woman buy? То есть Какой фрукт На самом-то деле Покупает женщина? Пожалуйста На самом-то деле Какой фрукт Второй раз Ну давайте Я думаю, будет B То есть? Яблоки Совершенно правильно, но давайте посмотрим на скрипт Читайте, пожалуйста Так Сейчас, сейчас А, все 1 kilo of bananas, please I sold them all I'm afraid How about some of these lovely grapes? Oh, I'll have some apples Those green ones at the back I've never Oh, I never eat grapes What a pity They're really nice Значит, что такое grapes? Грэйпс это эти Вот это вот Следующий фрукт, который был За фрукт, это русский фрукт Грэйпс это первое Это виноград Да, 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 виноград Хорошо Значит, Дэвид Я надеюсь, вы понимаете, что Точно так же, как в спорте Точно так же, как в любом В любой вещи, в которой нужно Отрабатывать только умения Здесь все зависит Насколько часто Вы выполнили вот такие упражнения И Насколько вы их усложняли То есть, вы сами понимаете, это первый уровень сложности Я свой первый раз вот с вами делаю Я поэтому вам и говорю Поэтому они у вас и не получались Потому что, если меня сейчас взять Я не вожу машину Если меня сейчас взять и посадить за машину И сказать, давай веди Вы прекрасно понимаете, я ничего не сделаю И Мне поставят двойку за ЕГЭ по вождению по машине и так далее Что мне нужно сделать, чтобы мне не поставили двойку? Мне нужно Просто всего-напросто Очень много потренироваться Водить машину и больше ничего То же самое с вождением велосипеда Или игрой там на фортепиано То есть, любые навыки Нужно обязательно тренировать и все будет нормально А как тренировать? А вот я же вам сказал Ну как вот меня научить водить машину? Что для этого нужно сделать? Нужно просто садиться и ехать И как можно больше проехать И чем больше вы делаете этих упражнений Тем лучше они у вас получаются Понял Такие, да? Хорошо Начиная с простых, а потом все сложнее и сложнее Понял Угу Есть еще вопросы какие-нибудь? Нет, нет А следующий урок в следующую пятницу, да? Да, я всегда по пятницам Бесплатный урок Если есть желание заниматься платно То пишите мне на почту Мы с вами договоримся А платная это часа, час да у вас? Да, час 300 рублей Ага, понятно Понятно, хорошо А ваша почта... А, все, есть у меня есть Ну, если что, она есть и на моем сайте Ну, давайте я напишу Глебач55 на Hotmail Сейчас напишу еще раз Глебач55 на Hotmail Пожалуйста А, все, хорошо, хорошо Хорошо Спасибо большое за сегодня Пожалуйста На самом деле, очень многое Это тоже, конечно Саудирование многое Улучшил Спасибо большое Пожалуйста До новых встреч До новых встреч Обязательно? Обязательно